Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1063. События дня. Второзаконие 25.17. Это за 13 ноября. Читаем. Вот, прочитайте. Это тем, которые вылавливают людей, которые с нами знаются, и заливают их мерзостями всякими, чтобы отбить их. Вот им это. А о них прямо Господь говорит. Изгладь память о маленькой из-под небесной. Это Бог любовь говорит. Не забудь. То есть уничтожь всех до одного. Эти люди пропащие совершенно ничего нет. Нападают, не знаю, клевещут, выдумывают что-то. Маленько взглянули бы на свою жизнь, увидели, что там есть. В эту бездну и пустоту заглянуть боятся, черноту. Сегодня я покажу немножко. Вот наше объявление. Спрашивали люди, где умерла. 42 года. Четверо детей осталось. Ну вот, можем посмотреть, как отпевали на кладбище. То есть это не выдуманная история. Натуральная. Вот так. Вот вчера разговаривали с одним Василием. Пришел человек, он был в прошлом году, но он себя не считает ни баптистом, ни кем, а где-то так вот. Сегодня много таких, которые я сам по себе. Видишь как? То есть он нигде мира не находит, и он сам по себе чем-то огорченое. Делали добро, их не оценили. Тут я уже знаю, какие причины у них. И все, вот если собрались, было чисто, о себе ничего не говорят. Мне очень трудно, нет, не то что не трудно, а невозможно представить, что у них в руках есть четки, что они молятся по ним. Ну и прочее, что вникают в Слово Божие, так сидят, читают, рассуждения, святых отцов. Нет этого самости. А там, когда заглянешь дальше, то хорошие люди могут быть, семьи хорошие, а внутри-то все, он не в церкви человек. Ему тяжело, и он нападает, огрызается все. В прошлом году у нас был он, и так же вот все, все пришел вроде бы надо, и сразу начинает спорить, выказывать. То есть ничего не знает, и свое подсовывает. И говорит, не надо нам это, не надо, ты еретик. Года не был, год не был, а теперь прямо никак не отвечает. Вот бороду брить не брить, он туда-сюда постригает, на какое, значит, сколько сантиметров начинает. Ну не порти края бороды твоей, ты не можешь середенки выстрелить бороды. Борода, допустим, метр у тебя, и ты 80 сантиметров бы выстрелил, а тут приклеил. Край-то ты в первую очередь трогаешь, не порти края бороды, все тут сказано. Так это в Ветхом Завете. Когда про иконы говорят, не делай изображения, Ветхий Завет берут, это нормально. И там не понимают. То есть верующие страдают, за Христа умирают, а не в церкви. Не в церкви, значит, ничего и нету, это пустое. И вот Василий говорит, Ксения, я вам отвечу, если хотите, без свидетелей. Я с ними уже попрощался, то есть он уже раз в 10 прощался. Не хочу быть посмешищем здесь. То есть наши люди самостоятельно, я все это считаю, на меня ссылаются, но я нигде носа не показываю. Дескать, вы не хотите, чтобы открыто с Игнатием Тихоновичем побеседовать? Он нигде отмалчивается. И что-нибудь еще-то, они опять его на меня наталкивают. Так интересно смотреть. Ну, молодцы. Я очень доволен, как они говорят. Если вам угодно, мой скайп, Ивашин, 51. Ксения, ну ведь это очень простые вопросы, на первый можно ответить да или нет. И ничего смешного в этом не будет. А второй вопрос проще первого. И нет необходимости в долгом объяснении этого. Мне непонятно ваше, простите, кокетство. Христос и апостолы говорили открыто о главном. Роман, если что, мои шутки и шутки и ралаш. Это обо мне самом. Яралаш, зачем он нужен? Я над собой смеюсь, я себя обречаю. А я смотрю, яралаш, я ничего о себе не нахожу. Ни грамма, ни одной минуты, нигде. У меня в школе было все по-другому. Не нашожу даже секунды одной, что яралаш меня касается. Василий. Да, считал я кое-кого. Даже полюбил, назвать-то не может, что он. Старца Севлана вспоминает, видимо, книжку одну подержал в руках. И кое-кто открыл мне глаза, что я в прелести был. Был. Так ты остался. Через старца Севлана. Просто хотелось узнать, если есть такие глубокие духовные труды, ну, тогда должно быть и люди должны быть, которые некоторые в православии. Но, увы. То есть он труды, а по ним вот живые-то люди такие. Как рассказывают, пришли к одному архиерею. Там храм уже там вроде собираются где-то. И говорят, ну, а какого вы хотите-то? А священник, а не архиерея. К архиерею-то пришли. Ну, каждый свое говорит. Ну, чтобы он хороший был, не пьяница. Ну, нормально, потому что я не говорю. Говорит, а то он соседи там жене изменяет и начинает. Вот. Ну, и чтобы такой был представительный, красивый. Ну, и, конечно, чтобы у него все было и богатое было. О, архиерея говорит, а у нас такое есть. Он вышел. А они ждут, улыбаются. Ну, наконец-то. А говорили, нет таких. Вот все-таки нашли. Он выносит фотографию какую-то, показал. Так, а где он? Нету его, он умер. Умер, умер. Все они умерли уже. Так, а вы чего не вырастите-то? Вы же детей имеете. А ваших детей, да, они не верят. Ах, вот что. А этих поколотили, власти побили всех. Порубили. Заморозили, зарасстреляли. Стоят где-то. Таких у нас нет. Уйдите с Богом. Роман. Это для того, чтобы с вами такого уже не случилось. Смотрит. Василий, это самый еретик, который пришел. Еретик закоренелый. Если только верить тому, что он говорит, а не какой-нибудь там плюгавенький, сморщок. Это не видно. Ни фотографии не показывать никак. У меня обычное такое не показывать. Ну, обычный, быщий может быть. А я ночью тут в зал второй. Сейчас уже идет ночь. Я считаю, как отвечают. Ну, молодцы. Баптисты даже называются евангельские христиане-баптисты. Но с некоторых пор я стал задавать себе вопрос. Почему евангельские? Потому что про Евангелие рассуждают хорошо или... Евангелие рассуждают поэтому евангельские. Первые христиане назывались. А кроме неевангельских, какие могут быть христиане? Другие-то. Ксения, Василий. Что-то Маяковский сказал. То ли не поймешь, кто кому отвечает. Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин. Не было у вас желания перефразировать и сказать. Я православным бы стал только за то, что ими были те святые отцы, которых я люблю. Или только за то, что православные были те-то и те-то. Ну и так далее. В зависимости от того, кто вам больше нравится. Василий. Потому узнают люди, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Не менее. То есть вот он пришел такой. Так ты покажи свою любовь-то здесь. Сам вне церкви, нигде. Вот эти собаки такие по помойкам, называются шатохи. Нищие они. Вот они такие умные, дорогу переходят. Да дорогу-то переходят, да давят их сколько. Вот сейчас я приехал, собак ни одной нету. Потравили их. Потравили, а другая под машину попала. Какие-то опять новые есть. А которые были привязаны все целые. Точно так и кошки. Вот у меня во дворе только несколько кошек уже задавленных. Собаки нападают. А у меня в комнате я их не пускаю. В деревне есть куда спрятаться. Деревья там. Ксения говорит, любовь между собой имеют и буддисты, и коммунисты. Для того и надо понимать слова Писания в духе. Через толкование святых отцов, чтобы понимать духовно, а не по своим рассуждениям. Наталья говорит. Эти слова из Писания относятся к верующим, находящимся в церкви, основанной самим Христом. А вы, Василий, с узким взглядом, все принимаете к себе и тонете за бортом корабля. Кроме села Анафонского, больше не считали ничего. А ян за Таус. Феофан за Творник. Это усатая Наталья. Василий. В ботизме тоже было много мучеников за Христа. А православная инквизиция, многие гнали и убивали. Я говорю о сегодняшней церкви, потому знают люди, что вы мои ученики. Наталья, я обратила внимание на занятиях довода святых отцов Златоуста. Вы не счет берете. Всех люблю, никого не осуждаю. Это надо без пробела делать. Такие. Всех люблю, никого не осуждаю. Это название этим батюшкам. На дрожжах сидите своих. Было. А почему они не в церкви Христовой страдали? Эти баптисты-то. Почему вышли от нас и через это открылось, что они не наши? Златоуста, однако, видел беззаконие в церкви. Ну, а церкви-то не отошел. Стоял в истине и примеры священства. Сама жизнь его. Роман, что такое любовь? Сергей Птушенко. Еретика после первого и второго вразумления отвращайся. Знай, что такое разбратился и грешит, будучи самоосужден. Наталья, я прихожу в Дом Господень к Отцу Небесному. А что там делает священник? И как это сам он за себя ответит? А мне из-за чужих-то грехов беззаконие чего бегать к сектантам? У нас тут в Германии пруд пруде этих баптистов и евангельских христиан. И все они в один голос одно и то же из года в год твердят. И никак не достучишься до них. И отвечает, как вы, у них тоже мученики за Христа. Их сажали. А у нас-то с первого века мученики. Какие мучения переносили. Вы почитайте жития мучеников-то. Это целомудренные девы и мужи. Вам должно быть стыдно так говорить о церкви нашей матери. Значит, отец вам не бог. Сергей Птушенко. Все эти комментарии бессмысленны. Человек сидит как минимум год на канале Игнатия Тихоновича и заходит в щад с вопросами уровня сторожевой башни, чтобы потом начать диалог. Технология, знакомая до боли. Таких просто надо банить навсегда и все. Банить – это закрывать черный список. Как будто в бане пропарить его надо по голому телу. Метлой какой. Банить. Такое интересное слово. Я это взял вот отсюда. Вот я покажу, где. Но тут она и будет не видно. Вот она где. Они выпускают. Вот кто тут был. Разговаривают. Наталья. Вот она. Что-то тут с Ералашем. Какие. Собор епископов. Что тут говорит. То это все говорят. Новый обстрел Хамаса. Из-за чего Израиль и Сектор Газа. Что-то такое. Это не все только. Вот так. Мало того. Вот это все я посылаю. Это все они ночью сегодня говорили. Василий, а почему у вас нет фото в скайпе? Василий отвечает. Мой принцип – не выставлять фотографии в интернет. Наталья говорит. А что там ухаживает? Искупался, причесался и все о бороде. Сергей Пупков говорит. Василий, портишь края бороды? Василий. Ну вы... Нет. Наталья говорит. Ну вы выйдете на Игнатия Тихоновича и задайте свои вопросы. А так будет видно, какая у вас борода ухоженная-то. Ну и дальше с ним говорят. Так. Наталья говорит. Так не пойдет. По стихии мира живете и красоту Творца портите. Иоанна 12, 48. То есть готовься на суд. Роман показал палец вверх. Вот. Василий. Мое стойкое убеждение. Если Бог дал мужчине бороду, он должен носить. А какой длины не указано в Новом Завете. Поэтому щетинка только. Ну иеретик. Иеретик. У него все абсолютно идет. Как будто бы его на цепи. Маленькую шавку бьют об забор, тащат. Все хитрое и мудрое. Священники точно так же отвечают. Сергей говорит. Вот ты, говоришь, мой принцип не выставлять. А Матфея говорит, 5, 16. Так досветит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Василия. Вот так и ношу уже с лет 25 уже. То есть его не показывать. Нигде и никогда не выйдет. Апостолы, Наталья говорит, сам Христос Господь наш показал, как надо бороду не брить. Сергей отвечает ему, Пупков. Если не указано какой длины, так зачем тогда и бриться? Наталья, апостолы, евреи не ходили, как римляне, брить. Бритые это или щетиной. И Дева Мария не носила платок на полголовы, сокрыто, как у старообрядцев. Так, Василий отвечает. Там еще что-то было об омытии ног и о братолюбии с нежностью. Сергей отвечает ему. В Ветхом Завете длину указано. Левитом 19, 27. Не порти края бороды твоей. Василий, я ответил, что живу не по Ветхому, а по Новому Завету стараюсь жить. Живу сначала, а потом мне в этом же предложении стараюсь жить. По Новому Завету. Ну, еретик, не церкви. Ты как ты стараешься? Ты враг церкви. Сергей отвечает. Это 1 Коринфянам 10 глава 611 стих. Образы были. Вы походливы на злое, Виталий, спрашивает его. Теперь длинная борода, Виталий говорит, не показатель длинного ума. Василий, значит, Наталья. Показатель отвержения своего «я» и своеволия, Василий. Конкретизируй вопрос, пожалуйста, о походливости на злое. А Сергей отвечает. Василий, зачем стрижешь бороду? Хочешь казаться умнее? Василий, Сергей, зачем стрижешь ногти? Надеюсь, ты их обстригаешь периодически. Ну, и вот так вот, значит. А как будто бы его кусают со всех сторон. А он... Ну, что там? Ну, вот так почитать, если видно будет вам. О бороде. О бороде. Блудливый юноша Вася, не изменяющий своей жизнью. И он говорит, я не изменяю. Сергей говорит, а ты, тем более ты, старик, если так говоришь, возраст, уже блудодейной ересью занимаешься, покайся. Вот так пошли они. Давиду о людях. Послал бороды, и дальше все было. Вася, ты сам себя обесчестил-то. Покайся. Я хочу звать тебя на вы. Перестань стричь бороду. Не бойся выставлять свое фото в интернете. Хватит совращать дур. Дур. Отрасти бороду, и через месяц приходи к нам на занятия. Василий, там в лекции Геннадия Паста, где говорит о клятве архиереев, он приводит и засчитывает слова. Но сам-то он, и я не верю, что там клянется в каждое утро. Когда он молится перед лекцией со всеми и выносит сокровища, которые приобрел, нет покрытой головы. И такую лекцию вы и у баптистов не услышите. Это что ему? Это Наталья говорит ему. А, это Наталья. Длиной бороды Василий говорит, хвалишься и думаешь, что это спасет тебя от того, что сказал Христос. Ну и так далее. Ну и вот так дальше еще они говорят. Я на этом уже отхожу от этого. Тут они закончили. Еще вчерашний день здесь. Утром ролик записал о щетках и листовке. Но выставить не выставил, потому что материалу много. Материал крупный. Я сейчас покажу сколько. И думаю, завтра тогда уже готовый. Ночью сам закачал. Я закачиваю редко, но ролик получился большоватый. Вот. Возьмем сейчас, посмотрим. Вот мой мир. Повторяю, любимый мой мир. Его много уже обрезали. Но хорошо. Здесь легко общаться. И вот. Мне сегодня выставила администрация о Константинопольском патриархате. О раскол. И схема одна интересная. Раскол в православном мире. Быть или не быть. И вот какая схема. Интересно. Вот если видно будет. Константинопольское. Количество приходов 3200. Поддержали. Какую украинскую церковь там. Вот. А Александрийская. Тысячу приходов. Антиохийская. 2000. Иерусалимская. 70. Всего только. Так. Русская. 36880. 36000. Грузинская. 550. Сердская. 3500. Румынская. 16100. Болгарская. 2600. Православная. Кипрская. 500. Элладская. 800. Албанская. 900. Чешских земель. Словакия. 250. Православных церковь. В Америке. 700. И вот показаны. Какие. Первое. Поддержали русскую православную церковь. Поддержали. Значит. Тут Украину. Дальше. Третье. Предлагают созвать все православные совещания. Дальше. Призывают к диалогу между КПЦ и РПЦ. И вырабатывают позицию. Неопределенную. Вот. Нигде не только предлагают. И вот такие есть. Ни одни. Элладская. Албанская. Ничего ответить не могут. Ну. Вот так вот. Что там будет. За кого. Сейчас уже решают. За кого. Меня это никак не касается. Совершенно. И вот. Сегодня я выставил. Ночью. Сейчас я его обновлю. Вот. Беседовали мы. С Юрием Соболевым. Исход 2114 называется. А если кто с намерением умертвит. И то проще. То есть. У меня названия такие. Что по ним не найдешь. И священного писания. Заголовки. Откуда идут. Ну. И вот здесь. Яна Златоуса считает. Занятия по Святой Библии. Полтора часа. Вот представьте. Полтора часа. Ну. Где это? Дальше. Проповедь. Еще полчаса. Вот. Два часа. Если кто решил у нас все слушать. Вот. Тут считают. Что еще полчаса. Три часа. Уже четыре часа. Этот беседует. Вот. Здесь. Пять с половиной часов. Чтобы один. Зараз. Что я выставил. Сегодня. Ну. Что тут говорить. Это не каждый осилит. Ну. И наш православный. Библейский сайт. Тут. Очень. Очень. Много всего. Приглашаем. А и все на этом. А и все на этом. Продолжение следует. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.